Встреча с судебной экспертизой Прошу как бы приобщить материалы дела и огласить И соответственно с учетом ранее сказанного мной уже Плюс вот эти дополнительные доводы Принять решение о назначении за счет федерального бюджета экспертизы Поскольку есть противоречия, которые мы выяснили при исследовании материалов дела А противоречия в каких экспертизах именно по этому делу вы говорите? По этому делу я говорю о том, что вообще нет экспертизы Насчет стоимости ремонта восстановительных работ Здесь вас суд сразу остановит и обратит внимание Что когда обсуждался вопрос о назначении экспертизы по вашему ходатайству По вопросам вины Суд вам отдельно предлагал и выяснял у вас Почему вы не ставите вопросы и не ходатайствуете О проведении экспертизы по вопросам стоимости восстановительного ремонта Почему она тогда вы не ставили? Сейчас у вас не изменилась позиция? Вы тогда сказали, что это будет в зависимости от того Какие выводы сделают эксперты по вопросам вины Уважаемый суд, ну я могу пояснить Я надеюсь вы меня перебивать не будете Потому что мне легко сбить с мысли У меня память достаточно хорошая Все судебные заседания, которые проходили Я очень хорошо помню все как было Изначально когда заявлялась экспертиза Скажем так, я давал позицию о том Что иногда заявлять какую-то экспертизу нецелесообразно В том числе я обращал внимание на то Что если даже там какая-то экспертиза покажет стоимость чуть-чуть меньше Но стоимость этой экспертизы будет достаточно высокая Я говорил о том, что есть целесообразность заявления экспертизы Это первый момент, я тогда еще на это обращал внимание Второй момент Все-таки стороны в соответствии с 56 статьей Гражданского пунктуального кодекса Должны доказывать свои требования, свои возражения Мы соответственно свое возражение доказываем Каким образом мы заявили экспертизу относительно вины То что касается относительно размера ущерба То есть требования, которые заявил истец Оно должно быть доказано именно истцом То есть в данном случае, если они сделали какую-то оценку Потому что это за пределами судебного заседания было Это просто оценка, это не судебная экспертиза Соответственно, если мы ее ставим под сомнение Нам достаточно ее поставить под сомнение Мы не должны сами ходатайствовать о назначении данной экспертизы Потому что, опять же, ссылаясь на 56 статью Гражданского пунктуального кодекса Сторона должна доказать свое требование Вот они должны доказать размер Мы ставим под сомнение, ссылаясь на то, как мы выяснили в предыдущем судебном заседании Что, во-первых, противоречивые данные есть То есть сначала оценка была там федеральная Какое-то там, я не помню, как название Оглашалось Сначала одна стоимость была, 190 тысяч без учета ущерба Точнее, износа Потом была другая сумма Потом кто-то там что-то дозыскивал И вот эта катавасия, она никому не нужна Есть четкое понятие, судебная экспертиза Мы не специалисты Еще раз я обращаю внимание Ни я, ни суд, ни мой доверитель, ни специалисты Мы не можем знать, сколько стоит ремонт Но в материалах дела имеются данные, которые друг дружке противоречат Соответственно, уже возникает много вопросов И в своем ходатайстве, которое я сейчас подал в письменном виде Как раз я на эту ситуацию обращаю Как это смотрит Верховный суд Он говорит о том, что да, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению Которое должно быть основано на всестороннем, полном, объективном Непосредственном исследовании имеющемся в деле доказательств Поэтому, если какие-то противоречия есть, суд должен их устранить Соответственно, я исхожу из того, что это должен суд сделать Либо по собственной инициативе Либо об этом должен ходатайствовать именно истец Потому что, на мой взгляд, суд должен предложить ИСУ устранить эту, скажем так, неопределенность Потому что он в конечном итоге несет риск последствий Если он, допустим, не заявит такое ходатайство Либо не предоставит иные доказательства, подтверждающие, допустим, размер ущерба Который не вызывает сомнений у сторон Этого ничего не сделано Более того, они не участвуют в судебном заседании Они считают, что в этом нет необходимости Я же исхожу из того, что ущерб, который был заявлен Он ничем не доказан Потому что имеющиеся в деле доказательства как раз противоречивы Даже экспертиза, которая получена в другом суде При рассмотрении другого дела Верховный суд дал этому оценку Это не может считаться судебной экспертизой Максимум это может учитываться как иные доказательства письменные То есть в любом случае это не экспертиза Но опять же суд Верховный обращает внимание на то, что если возникают вопросы Касающиеся технических знаний То есть знаний, где требуется Ну, экспертная оценка Все равно должна проводиться судебная экспертиза Именно на нее мы должны ссылаться Ну, конечно, я как представитель А суд должен в своем решении ссылаться именно на такие доказательства Вы остановитесь, пожалуйста, на моменте Почему вы просите именно за счет средств федерального бюджета это проводить? Попытаюсь более короче Суд, на мой взгляд, должен определить Что вот эта сторона доказывает это Эта сторона доказывает это В данном случае размер ущерба доказывает сторона истца Вот истец ссылается на досудебные исследования Состояние транспортного средства Он ему представил У вас есть какая-то оценка специалиста? Вот мы и обращаем Так называемая контроценка Для того, чтобы суд получил Два взаимоисключающих экспертных исследования И назначил судебную экспертизу за счет средств федерального бюджета Для того, чтобы не заниматься расплодением вот этих оценок Которые за пределами судебного заседания До судебного заседания До рассмотрения дела по существу Чтобы не заниматься этим Мы говорим о том, что давайте вообще все вот эти оценки Производить в ходе судебного разбирательства Я своим доверителям говорю о том Не спешите никогда делать оценку в какой-то там оценочной организации Все равно ее поставят под сомнение Подаете исковое заявление Там сразу же ходатайствуйте Прошу провести судебную экспертизу Обязуюсь оплатить и тому подобное Я просто объясняю позицию Обязуюсь оплатить? Да, это когда истец подает Почему вы не обязуетесь оплатить? Вы возражаете? Вы, наверное, либо меня пытаетесь перебить Или не услышать мою мысль, которую я доношу Давайте еще раз я буду повторять Значит, истец, обращаясь в суд Он должен доказать свое требование В частности, он требование может доказать С помощью собирания каких-то доказательств В том числе обращением в какую-то организацию Чтобы сделали оценку Это будет не судебная экспертиза Это просто будет некое доказательство Какого-то специалиста, который произвел расчет Там какие-то выезды на место Фотографии и тому подобное Но другая сторона всегда может в судебном заседании Подставить под сомнение данную оценку Потому что она, как правило, проводится без привлечения Другой стороны, в какой-то организации Которую выбирает сам непосредственно Истец и так далее То есть оснований для того, чтобы поставить под сомнение Данную оценку очень много И, соответственно, всегда суды, насколько мне известно Если ставится под сомнение данная оценка Назначают судебную экспертизу Потому что Верховный суд об этом неоднократно говорил Что в данном случае, когда требуется проводить экспертизу А здесь требуется провести экспертизу Потому что это технические познания Нужно назначать судебную экспертизу Разница между судебной экспертизой и той оценкой Которой предоставленной истцом Она очевидна Это абсолютно два разных доказательства Да, это иные письменные доказательства В виде какого-то расчета и тому подобное На это обращаю внимание То есть сторона истца должна доказать стоимость ущерба Мы же говорим о том, что Мы можем ходатайствовать о том Чтобы суд обратил внимание И устранил те противоречия Которые имеются в материалах дела В частности, мы обнаружили Что вот эта оценка Неоднократно делалась И она разнится Соответственно, очередной раз напрашивается Даже без нашего довода О том, что мы ставим под сомнение эти оценки Что мы нас не приглашали На проведение вот этих оценочных действий И тому подобное Мы просто даже говорим о том Что просто посмотрите Что две разные оценки И они противоречат друг другу Поэтому мы просим провести судебную экспертизу Но, на мой взгляд, суд должен предложить Все-таки стороне истца Ходатайствовать об этом Ну, как я обращал неоднократно В предыдущих судебных заседаниях Что суд, даже несмотря на то Что истец, либо там ответчик не ходатайствует О каких-то, скажем так Проведении каких-то экспертиз Но они требуются по ходу рассмотрения дела Судья по собственной инициативе их проводит О чем я говорил Ссылаясь на судью Маслова На конкретное дело Связанное с ущербом после залития квартиры То есть адвокат просто поставил под сомнение Я говорю, он сказал Я не согласен с этой оценкой И судья по собственной инициативе Назначила судебную экспертизу Обращаю внимание За счет федерального бюджета По собственной инициативе Потому что, как мы потом разговаривали В перерыве в судебном заседании Адвокат Чебыкин так и сказал Что у судей в принципе нет другого выхода Потому что иначе будет не всестороннее рассмотрение дела Потому что суд обязан сослаться на технического специалиста Потому что участники процесса и суд не являются такими специалистами Он должен по собственной инициативе привлечь Поэтому адвокат, скажем так Зная вот эти тонкости Использовал возможность не оплачивать Да, он при этом сказал о том Что у его доверителя Материальное положение не очень Но он это даже не стал ничем подтверждать Просто сослался на то, что она многодетная Мы же так же ссылаемся Что у моей доверительницы Есть малолетние дети Она находится в отпуске По уходу за ребенком Более того, она понесла уже достаточно большие расходы Связанные с этой экспертизой Если вы обратили внимание Экспертиза была оплачена По истечению очень большого промежутка времени Может быть даже поэтому Эксперты, скажем так На мой взгляд, не объективно вынесли экспертизу То есть не приняли во внимание Техническую точку зрения Какие-то сугубо свои личные доводы там привели И исключив все возможные технические моменты Вместо того, чтобы признать, что они не в состоянии провести техническую экспертизу Либо установить нужные нам обстоятельства Они начали какие-то догмы придумывать Хотя, на мой взгляд, там должны были провести эксперимент Модель создать С выездом на место Все автомобили так или иначе На перекрестке в тех условиях трогаются с одной скоростью Это все можно было замерить Все эти расстояния замерить Взять какие-то величины И зафиксировать Была ли техническая возможность У моей доверительности избежать этого столкновения Подождите, вы еще и повторную Или дополнительную По ранее вынесенным вопросам Прошу назначить Приведение автотехнической экспертизы За счет федерального бюджета На разрешение которой поставить ранее поставленные вопросы А также вопрос о размере ущерба По ранее поставленным вопросам Вы просите повторную или дополнительную? Повторную, потому что Я еще раз объясняю И тоже за счет средств федерального бюджета? Да Уважаемый суд, я понимаю Что мы, может быть, заявляли о том Что мы Предложили данную экспертизу Я говорю, как в предыдущем судебном заседании Мне понравилось в названии Слово Трансологическое исследование То есть я так и предполагал Что мы выйдем на место О чем я говорил в судебном заседании Когда я заявлял Своё ходатайство О назначении экспертизы Что Пригласите Я хочу показать Что на самом деле Вот эти вот фотографии Видеозаписи Они очень сильно искажают пространство Оно кажется Ну на расстоянии 2 метра А на самом деле Кажется, что там На расстоянии 10 метров То есть Ну Расстояние были очень маленькие Там У моего довителя Технически не было возможности Избежать столкновения Уже повторяйте Ну я просто об этом и говорю Что Я считаю Что эксперты Отнеслись к своей экспертизе Недобросовестно Поэтому я и прошу Все-таки Назначить другую Экспертную организацию Возможно поставить Дополнительные вопросы Возможно ли вообще Проведение такой экспертизы В данных условиях Ну на мой взгляд Возможно В том числе путем На месте определения Ну то есть Вот мы знаем С какой точки Трогаются автомобили Вот мы знаем Где произошло ДТП То есть Моменты Где машины Находятся На фотографиях На видео Зафиксированы С выездом на место Можно это точно указать Ну условно говоря До полуметра С точностью Все Замерить расстояние Понять вообще Что автомобили Проехали очень мало времени Понять что Человек Который Начал тормозить Сзади Он Начал это делать После того Как обнаружил Опасность А опасность Он эту обнаружил Уже гораздо позже После того Как он мог избежать Это столкновение Потому что Как мы обращали внимание И в объяснениях Давал водитель Который впереди двигался Он тормозил медленно Он тормозил двигателем О том что он тормозит И принять решение О том что необходимо Тормозить моему доверителю Было недостаточно времени Чтобы избежать столкновения Это очень важно Понятно Если бы она сразу же заметила Что автомобиль впереди Едущий Тормозит Ну загорелись Красные стоп Огни Он точно бы С такой же Реакцией Там с маленькой задержкой По времени Начал бы тормозить Но поскольку Он не заметил Своевременно Он не мог Заметить Потому что Для того чтобы Заметить Что автомобиль Тормозит Мозг Должен совершить Много операций Он должен провести Целый анализ И мне очень странно Почему Реакцию водителя Который едет впереди Берут не одну секунду А моего доверителя Берут 0,3 секунды Я все справочники Перерыл Все в интернете Пересмотрел Меньше 0,5 Там нету Там вообще Есть вилка От 0,5 До 2 секунд В зависимости От обстоятельств Как раз Здесь В зависимости От обстоятельств Нужно было брать По максимуму Время реакции Моего доверителя То есть 2 секунды А так за 2 секунды Она могла бы вообще Врезаться Даже не успев Даже нажать на педаль Потому что Расстояния были Очень маленькие Я на это обращаю внимание Что автомобили Начали ускоряться А данный автомобиль Который ехал впереди Он уже Получается Начал немножко ехать С горочки И он просто Убрал Ногу С газа И Катился При этом Тормозил двигателем Он сдалека Заметил для себя Помеху Выезд автомобилей Соответственно Он заранее Далеко заранее Начал предпринимать Меры Связанные С снижением Скорости Но он это Сделал таким образом Что он не предупредил Ранее Кто за ним ехал Условно говоря Тем самым Создав Аварийную ситуацию Потому что Все автомобили На перекрестке Когда они Начинают движение Все набирали скорость Все набирали скорость Это поток Понимаете А он Вместо того Чтобы Обозначить Что у него впереди Какая-то аварийная ситуация А именно Выезд На встречную полосу Автомобиля Просто Убрал Ногу С педали Газа И Тормозил Двигателем Вот это Я хочу Обратить внимание Потому что Эксперты Которые Дали оценку Они говорят Про стоп-сигнал Но при этом Они не определили В какой момент Загорались ли Стоп-сигналы Очень много Вопросов На которые Они не ответили То есть Они Свои экспертизы Создали Еще больше вопросов Чем ответили На те вопросы Которые мы поставили И как они Пояснили В судебном заседании Говорят о том Что ну условно 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 берем Такую скорость Условно берем Такую скорость Ну а почему так Вместо того Чтобы сказать Что определить Невозможно Они какие-то Условности берут У нас дело Как бы не условное А реальное Поэтому я хочу Чтобы другая Экспертная Организация Провела Экспертизу И ответила На те же самые вопросы Потому что Я По вопросам Стоимость Восстановительного Ремонта А также По вопросу Стоимости Ну то есть Комплексная Экспертиза То есть И автотехническая И оценочная То есть Ну чтобы какая-то Организация Более грамотно К этому подошла И соответственно Все таки Пригласила Нас на эту Экспертизу Потому что Мы имеем Право Участвовать В частности Я бы хотел И настаиваю На то Чтобы мы С выездом На место Определили Вообще Возможность Избежать Столкновения Вот сейчас Как раз Погодные условия Как примерно Были В то время Когда произошло ДТП Также есть Гололед Также есть Ну вот это Покрытие снегом И тому подобное Давайте Просто посмотрим Понаблюдаем Эксперимент Сделать Вот автомобили Остановились На светофоре Вот уклоны Вот смотрим Засекаем Секундомером Сколько нужно Для того Чтобы От этой точки Доехать До места ДТП Ну то есть Это называется Моделирование Эксперимент Как угодно Я понимаю Что Что-то невозможно Установить В тех наших реалиях Но все равно То что существует На практике В данной Конкретной ситуации Оно Ну Если и отличается То совсем Незначительно Если те же самые Погодные условия Там дорожные Покрытия Там Свет Темнота Все равно Поток Так или иначе Трогается Примерно Одинаково Ну Есть способы Как установить Какие-то Параметры Даже без Эксперимента Моделированием Для этого И создается Кто-то На компьютере Может это Моделировать Мы можем Вживую Это смоделировать Ну проще Вживую Прийти на место Вот Светофор Вот автомобили Остановились Вот примерно Такого же Типа автомобили Легковые Все Засекаем Делаем Там Несколько Замеров Там Пять Берем Средние Вот что С точки Отсюда До сюда Автомобиль Доехал Под Такой-то Скоростью С таким-то Ускорением За такое-то Время Но я Сейчас Рассуждаю Получается Как специалист Вообще Специалисты Нам должны Были Об этом Сказать Что Либо Мы могли Установить Это Либо Мы Не могли Это Установить Если Мы могли Установить Вот таким Способом Мы Таким Способом Не Устанавливали Как они Пояснили Мы На место Не Выезжали Так Если Вы Не Выезжали На место Если Вы Не Знаете Как Установить Зачем Условное Предположение Делать В первых Двух Вопросах Пишут Что Установить Невозможно А потом Какие-то Предположения Строят Я Обращаю Внимание Что Как Вы Правильно Заметили Вопросы Типовые И Они В определенной Последовательности Почему Потому что Не ответив На первый Вопрос Это Невозможно Ответить На второй Вопрос Соответственно Ответив На первый Вопрос Что Установить Невозможно Автоматически На следующий Вопрос Ответить Невозможно Ну Это Как Допустим Первый Вопрос Ответьте На вопрос Было Ли ДТП Если Отвечаем На вопрос Что ДТП Не было Соответственно Все Остальные Вопросы Просто Не Это как присяжным заседателям задают, ставят определенные вопросы. Было ли преступление, кто его совершил, вина есть или нет. Есть определенная последовательность и порядок, отвечая на вопросы, которые можно установить истину. В данном случае судебные эксперты на два вопроса ответили таким образом, что дальше рассмотрение остальных вопросов просто не имеет смысла. Но они начали какое-то изобретение придумывать. Понятно, что в судебном заседании я на это дело обратил внимание, начали они там, извиняюсь, бэкать-бэкать, в итоге сказали, что да, это условности. Но какие могут быть условности? Их предупреждали об уголовной ответственности за дачу заведомо незаконного заключения. Какие условности? Ни я, ни суд может вообще их сердцевину не читать. Их интересует только суд, интересуют только выводы. Но я, когда смотрю сердцевину, я вижу, что почему-то у них время реакции у водителей разное. Причем разное до такой степени, что у одной секунды, а другой получается более чем в три раза меньше. У водителя, у которых в принципе должна быть реакция больше стоять в формуле, потому что она физически не могла вовремя среагировать. Потому что первый реагировал непосредственно, он видел опасность. А моя доверительница не могла видеть опасность, потому что она не видела ни автомобиль, который выехал навстречу, ни стоп-сигналов впереди идущего автомобиля. А вы можете дополнительно обосновать ваше ходатайство о назначении экспертизы по вопросу стоимости восстановительного ремонта в части вашего несогласия с той суммой, которая определена истцом? Вот почему вы не согласны с этой суммой? Что конкретно сделано неверно истцом? Уважаемый суд, если бы я был экспертом, я бы сейчас начал бы разбирать и искать противоречия в двух разных вот этих оценках. Я не являюсь... Их три. Даже три уже, понимаете? Так они не уже, сведения об этом были исследованы до перерыва. Суд обратит ваше внимание, что сначала консурат обращается в суд с иском к ВСК, а в застание страхового возмещения предоставляет суд свою оценку. Триста восемь тысяч девятьсот. В этом судебном заседании моя доверительница участвовала? Устанавливается, что по решению финансового уполномоченного еще меньше. Сколько у нас здесь по решению финансового уполномоченного? Двести четырнадцать тысяч тысяч девятьсот восемь. Проводится судебная экспертиза. Устанавливается двести сорок семь тысяч триста. И производится доплата страхового возмещения. Вот с учетом этих сведений вы просите еще одну провести судебную экспертизу? Да, еще раз. По тем же вопросам? По тем же вопросам. Значит, объясняю еще раз. А мотивация какая-то? Объясняю еще раз. Не знаю, услышали вы или не услышали, но я могу повторять очень долго одно и то же. Значит, мы исходим из гражданского процессуального кодекса, из разъяснений Верховного суда. Вот вы говорите слово «есть экспертиза». Я же говорю, и Верховный суд говорит, нет экспертизы, есть иные сведения, которые на данный момент противоречивы. Значит, они противоречивы в каком плане? В размере. А это сам предмет, скажем так, искового требования ИСА в отношении моего доверителя. То есть, это существенный момент, который суд должен установить для того, чтобы объективно, всесторонне принять решение. Потому что суд в конечном итоге, он же может как? Это все заранее не имеет установленной какой-то силы, более... Вот, допустим, возникнет вопрос, почему вы взяли, допустим, вот эту экспертизу, а не вот эту, ну даже не экспертизу, а оценку. Почему вы взяли, допустим, 214 тысяч, а не 190, а не там 200 там сколько-то тысяч. Понимаете? Ну, три разные цифры, вам нужно как-то в решении обосновать, почему именно так. Ссылаться на то, что это была экспертиза последняя, которая в суде на заседании, ну, неправильно. Потому что, как суд Верховный сказал, во-первых, это не экспертиза в нашем новом деле. Это иное доказательство. Нужно прям опровергнуть те предыдущие. Это первый момент. Но второй момент, мы не участвовали там как сторона. Они-то могли все, что угодно, о чем угодно договориться. Они могли и миллион там установить. Ну, мы не сторона, мы не участвовали. Наши интересы не были... Учтены. Поэтому Верховный суд и говорит, что если такие ситуации возникают, когда есть противоречия, назначается именно судебная экспертиза в рамках конкретного дела. У нас здесь конкретное дело. В рамках нашего дела судебная экспертиза о стоимости восстановительного ремонта не назначалась. Вот мой основной довод, что доказательства должны быть допустимыми, то есть получены, установлены законом порядки. Экспертизы не было. Хотя Гражданский постановленный кодекс говорит, когда возникают такие вопросы, должна назначаться экспертиза. А вопросы такие возникли, потому что эти вопросы требуют технических познаний. Ну, уважаемый суд, я не знаю, как вы будете теоретически обосновывать, почему мы берем эту оценку, а эту игнорируем. У вас же нет технических познаний. Соответственно, мы должны эту ответственность повесить на экспертную организацию, которая будет проводить судебную экспертизу. Возможно, они будут оценивать, в зависимости от того, какие вопросы будут поставлены, и первоначальную оценку, и промежуточную, и последнюю. В любом случае, должны окончательно в нашем деле сделаться оценка, именно в виде судебной экспертизы. Но это просится просто, понимаете, с учетом того, что мы сейчас имеем. Плюс мы, естественно, не признаем. Еще тогда мы говорили о том, что у нас много вопросов вообще к тому, что вот эти повреждения вообще возможны были в таком объеме, от такого незначительного столкновения. Там чуть ли не весь автомобиль в хлам вылетел. Естественно, пускай проводится экспертиза, устанавливает вообще, а имеет ли это повреждение к тому ДТП, которое было, с учетом этих скоростей. То есть, комплексная должна быть оценка. Как они оценят, так и будет. В том числе, касательно вины. Если они не могут вину установить, так пускай и напишут, что вины нет. Тогда мы будем ссылаться на разъяснение Верховного суда о том, что если... Ну, бывает так, что невозможно установить. Хорошо, Ваша позиция заслушана. Продолжается в рамках разрешения Вашего заявленного ухода в следовании письменных доказательств. Присаживайтесь, пожалуйста. Исследуются материалы с требованием дела судебного участка номер 1 Октябрьского судебного района 2-1-20-23. Определение о принятии и подготовке назначения. Писковое заявление. Приложенное к исковому заявлению решения финансово-полномоченного. Заключение специалиста. Протокол судебного заседания 27 октября 2022 года. Определение о назначении судебной технической экспертизы 27 октября 2022 года. Протокол судебного заседания 24 марта 2023 года. И решение суда 24 марта 2023 года. И представленное ходатайство о назначении судебной автотехнической экспертизы, поданной представителем ответчика. Дополнения Ваши какие-то? Хочу обратить внимание на те документы, которые Вы сейчас обозрели. То решение мирового судьи, которое дело предоставлено, оно не вступило в законную силу. И на данный момент моя доверительница подала заявление об отмене заочного решения. Ну я могу по телефону посмотреть. Ну примерно, она мне просто написала, что... Не надо в судебном заседании не делать это, все-таки порядок существует. Ну я не помню точно, но примерно неделю назад. После перерыва по этому делу, правильно я понимаю? Да, да. Ну когда мы узнали о том, что прошло судебное заседание в наше отсутствие, мы скорее... Она пошла в судебный участок, взяла копию решения, ну как выясняется, заочного. Все, она мне его сказала, что так и так вот вынесено решение. Я подготовила заявление об отмене заочного решения. Скинула мне, я проверил. Ну тут ошибочки исправьте, то-то-то, все, она должна была подать. Она не участвовала в том судебном заседании, она и в заявлении об отмене заочного решения так и пишет. Она не знала об этом. Она извещения по почте не получала. Так она и не могла, значит ее не привлекали. Ну тем более ее не привлекали. Ну по крайней мере она, как заинтересованное лицо, подала заявление об отмене заочного решения. Ну потому что ее права затрагиваются в любом случае. Заслушав ваше ходатайство, дополнение по нему, исследуя впечатленные доказательства по этому ходатайству, суд удаляется в совещательный конкурс для разрешения его путем вынесения определения. Объявляется определение суда о назначении экспертизы. Руководство с отделением положения статей 79, 80, 104, 166, 216, 217, 218, 224, 331 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Ленинский районный суд города Мурманска определил Ходатайство представителя Ханяк Мамаева о назначении судом экспертизы удовлетворить в части Назначить автотехническую экспертизу для исследования транспортного средства в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки Экспертизу провести вне судебного заседания Поручить проведение экспертизы эксперту следующей экспертной организации Федеральное бюджетное учреждение Мурманская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации По поручению руководителя этой экспертной организации Адрес Мурманская область, город Мурманск, Беринга, улица, дом 1. Экспертизу провести, а заключение составить и направить в Ленинский районный суд города Мурманска не позднее одного месяца со дня получения экспертной организации настоящего определения с предоставленными экспертной организацией материалами и документами для исследования. Оплату экспертизы произвести за счет средств Ханяк. В удовлетворении ходатайства представителя Ханяк Мамаева в остальной части отказать. Предоставить эксперту для исследования только настоящее дело. Гражданский отдел номер 2-1-2023 по иску Консурак САУ ВСК о взыскании страхового возмещения возвратить мировому судье, изготовив из этого дела необходимые копии документов. Консурак предоставить эксперту для исследования транспортное средство Renault Logan Stepway с государственным регистрационным номером А-234 ТТ-51. А Ханяк и Милкозеровой предоставить эксперту для исследования транспортное средство Volkswagen Golf с государственным регистрационным номером М-239 КОА-51. В случае непредоставления эксперту этих транспортных средств, эксперту следует провести экспертизу по предоставленным ему материалам. Разъяснить, что при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредоставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследований в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая страна уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена установленным или опровергнутым. Руководителю экспертной организации предупредить эксперта об ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за задачу заведомо ложного заключения. На основании части 1 статьи 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации указать на обязанность Ханяков внести денежную сумму, подлежащую в области эксперту в размере, определенном на основании соглашения с экспертом экспертной организации, на счет управления судебного департамента в Мурманской области не позднее следующего рабочего дня, после неопределения размера данной денежной суммы по названному соглашению. Разъяснить, что эксперты или судебно-экспертные учреждения не вправе отказаться от проведения порученной им экспертизы, в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа стороны от предварительной оплаты экспертизы, эксперты или судебно-экспертные учреждения обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о возмещении понесенных расходов направить заключение эксперта в суд с документами, подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения судового вопроса о возмещении этих расходов, соответствующей стороной с учетом положения ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Производство по делу приостановить на время проведения экспертизы. Определение в части судебных расходов и в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в Урбанский областной суд через Ленинский район суд города Урбанска в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Определение в остальной части возможности дальнейшего движения дела не исключает. Обжалованию отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу или производства по нему, не подлежит. Возражения относительно данного определения могут быть заявлены при обжаловании указанного судебного акта. Участвующие в деле лица и их представители могут получить копию определения в течение 1 декабря 2023 года. Также копия определения будет направлена участвующим в деле лицам и их представителям в течение трех рабочих дней со дня вынесения определения. Протокол, аудиопротокол судебного заседания будут изготовлены и подписаны в течение трех рабочих дней со дня окончания судебного заседания. Замечания на них могут быть поданы в течение 5 рабочих дней со дня подписания этих протоколов. Судебное заседание объявляется оконченным и закрытым. А вы не хотите уточнить? Мне понятно ваше определение? Требования Гражданского процессуального кодекса, если были... Я еще раз спрашиваю, не хотите уточнить у меня? Я сделаю так, чтобы вас здесь не было. Услышали меня? Судья! Я не нарушаю порядок. А судья, не хочешь мне разъяснить права? Ты здесь в последний день работаешь. Я тебя из-под земли достану. Что творит, а? Значит, постановление, которое он огласил, здесь и сейчас мне дать, а не в течение дня. Издеваться он был в другом месте. Секретарь, услышали меня? Он зачитал, подпись, печать, заверены как положено. Поиграться со мной решил. Давай поиграемся. Попутал этот товарищ. Бога себе увидел. Посмотрим, как он будет дальше краснеть. После отмены его предятина. А датайством он уже творил. Как только наша земля носит вот этих кухарей. Это просто с чем-то. Просто с чем-то. Ничего не пугает этот народ. Просто бред. Знает, где кошка нагадила. Сразу быстренько смотался. Ничего. Не таких ломали. Я так не знал, что мы тут гадасы будет сделать. Это как бы очевидно было. Это было очевидно. Я не жду, а получаю. Чем раньше вы дадут, тем раньше. Поэтому не усугубляйте. Давайте не будем нарушать порядок. Я буду делать то, что считаю нужным. Со мной играться не надо. Я не тот человек. Я жду определения. Давайте здесь подождем. Я здесь подожду. Не надо мне руками трогать. Я жду определения. Я сюда не собираюсь бегать и вам названивать. По вторникам начиная. Вы меня услышали? Я услышал. Определение выдайте, пожалуйста. Где я его возьму? Судья зачитал. Значит, оно у него есть. Вы можете подождать в коридоре. Чем мешаю я вам здесь? Я в коридоре могу час ждать, два ждать и три ждать. В течение дня, как он озвучил. Это он мне мстит за прошлое частное определение, которое он вынес. Точнее, не частное определение, а определение на экспертизу. Когда я до председателя дошел. Вы не стойте, действуйте. Давайте делайте определение. Давайте выйдем в коридор. Да я выйду в коридор. Еще раз говорю. Мы решаем вопрос. Вы не вникаете. Вам давали указание какое-то или что? Я общаюсь с секретарем. Каким образом я мешаю? Я с ней общаюсь по своему вопросу. Мне надо здесь и сейчас получить определение, которое было оглашено в судебном заседании. Что-нибудь понятного. Мы все ожидаем в коридоре. Так ожидаем в коридоре. Так вместе ожидаем. Ты что? Почему я с тобой должен что-то ожидать? Вы почему таким тоном не рассказали? Каким тоном? А мой тон не нравится. Потому что мне не нравится, как ведет себя судья в судебном заседании. Он не разъяснив, не спросив ничего, убежал из зала судебного заседания. Это значит, что он чувствует, что он сделал, извиняюсь за выражение, гадость. Потому что ходатайство с моей стороны не было заявлено за счет хоняк проводить эту экспертизу. Естественно, мы это обжалуем. Пускай он слышит о том, что я говорю. Этот позор, позор увидят все. И услышат все. И надо мной издеваться не надо. Еще раз говорю, определение здесь и сейчас мне выдайте. Оно напечатано, оглашено. Значит, оно есть. Либо вы мне его даете, либо я иду опять к вашему председателю суда. Опять там начинается ненужная история. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я еще раз говорю. Я подожду в коридоре. При условии, если мне сейчас и здесь будут выдавать. А не в течение дня. Надо мной издеваться не надо. Я не тот человек, который позволит со мной так разговаривать. Жену в коридор отправить. Что нужно отправить? Ты не напрашивайся. Я общаюсь с человеком. Человек вник в разговор. Я общаюсь с секретарем. Поэтому, пожалуйста, ни вы не влезайте в разговор. Ни вы не влезайте. Я от вас услышу какой-то ответ. Да или нет. Вы будете мне сейчас выдавать определение? Подождите. Давайте секретарь ответит. Уточняйте. Давайте я просто поволчу, но постою я здесь. Потому что не надо меня вот таким образом пихать. Относитесь уважительно. Сама фраза, когда судья говорит о том, что в течение дня я могу получить, это я знаю, почему он сказал. Это поиздеваться надо мной. Он удовлетворил ходатайство специально, чтобы по носу ударить. И хоняк, и мне. Это неуважение к человеку. Понимаете? Она, я говорил о том, что я все обосновал, а в конечном итоге это все будет опубликовано. Как, что я говорил. И он после этого выносит такое определение. Да, извиняюсь, я не хочу ругаться, чтобы это не нарушать порядок. Ну нафиг мне не нужно вот это определение его. Об этой экспертизе. За счет хоняк. Я это объяснял и на предыдущих судебных заседаниях. И здесь все подробно объяснил. Но он сделал это. Это не то, что издевательство. Это отдельно будет заявление о Следственный комитет и с Комиссионной коллеги судей. Да, я вам просто объясняю. Вы захотели со мной пообщаться? Я с вами общаюсь. И мою эмоцию услышат многие люди. Поэтому я жду здесь и сейчас определения. Чем быстрее мне выдадите, тем быстрее я уйду. Я не нарушаю порядок. Если я говорю громко, я эмоционально возбужден тем поведением судей, который себя позволяет так вести. Мы уже поняли, что вы будете обжаловать это определение. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я сейчас уточню и все вам сообщу. Всю информацию. Так я здесь подожду. Ну, попросили. Ну, попросили. Давайте я помолчу. Все, я молчу. Все, я жду. Хорошо попросили. А мне можно плохо попросить как-то или что? Нет, я понимаю, что вас хорошо попросили. Ну, мне хорошо попросили. Я хорошо постою здесь. Ну, так что мы делаем? Ждите. Вы-то чего влезаете? Не могу понять. Ну, как думать, что по-хорошему не хочется доводить. Да доводить до чего? Я просто жду. Что вам... Я попросила вас подождать просто в коридоре. Подождите. Сколько? Сколько? Обозначите мне время. Сколько? Целый день? В течение дня, как сказал судья? Как его фамилию уже забыл? Завражный. Скажите, просто обозначите время. Что значит подождать? Подождать можно 10 минут. Подождать можно час, два, три. Для уточнения мне информации подождите 10 минут. Так бы сказали. Так, время сейчас половина первого. Устроили детский сад? Я устрою. А вы не лезьте, когда разговаривают с секретарем. Понимаете? Вы нарушаете порядок. Каким образом? Что конкретно я нарушил? Ты решил, что я кому-то мешаю? Или что? Вы вас попросили подождать. Меня попросили. А тебя попросили? Я говорю, на будущее не влезай. Когда тебя попросит секретарь сделать там то-то, то-то, тогда и будешь выступать. Ну, это хорошо, что ты не возмущаешься. Это такую гадость сделать. Это просто подлянка. Это даже, слов даже не надо, ничего. Ну, вы же присутствовали, видели, нет? Или вы не знаете, как все происходило? Я хоть слово заявлял ходатайство за счет хоняка? Он хочет подорвать мой авторитет. Я знаю, что он хочет. Так и авторитет его подорву именно я. Я его не просто подорву, я его опущу ниже плинтуса. А я слов на ветер не бросаю. И он пожалеет вообще, что со мной связался. Уточните, вопрос решен или нет, чтобы меня не выжидать 10 минут. Не дергайся. Решается вопрос? В течение дня. В течение дня. Это вам судья сказал в течение дня? Ну, точно. А что вы стоите, вы ожидаете 10 минут, чтобы на мной поиздеваться? Нет, я просто... Когда вы узнали насчет течение дня? Только что. Только что. Вот я зашел и прям только что вы узнали. Я просто положила трубку. Судью позовите. Нет, я не вправе. А кто вправе? Вы предлагаете мне здесь в течение дня? Обеспечьте. Я буду сидеть у вас здесь в течение дня. Буду в течение дня. Он хочет надо мной поиздеваться? Никто над вами не издевается. Так а в чем проблема нажать на принтере на кнопочку, распечатать? Поставить подпись и печать? В чем проблема? Он огласил определение. Оно все уже напечатано. Но он слышит нас разговор. Как его зовут? Как судью зовут? Мне очень плохо. Секретарь. Секретарь. Михаил Юрьевич. Подойдите лишь решить конфликтную ситуацию. Что, убежал что ли? Через потоную дверь? Вы понимаете, что как вы себя ведете по-свински? И в данном случае по-свински ведете в том числе и вы. Вас этот человек, который называет себя судьей, подставляет. Потому что я сейчас с вами веду диалог. А не он. На мой взгляд, он совершил глубочайшую подлость. И боится даже мне сказать в лицо. Я не буду здесь высиживать. Я подам частную жалобу. В любом случае, моя доверительница подпишет и будет обжалована в областной суд. Но вы посмотрите на себя. Как вы себя вели. Всего хорошего. Стыдно должно быть вам. Как вас зовут? Женя. Женя, ну смотри. Когда возникает конфликтная ситуация, не надо в нее влезать. Знаешь почему? Потому что крайним будешь ты. Почему будешь ты? Потому что тебя никто не просил. Вот когда бы дала секретарь указание, меня там выставить, там еще что-то. Вот тогда да. Раньше времени этого делать не надо. Потому что об этом не просит ни судья, ни секретарь и тому подобное. Крайним будешь ты. Вот на будущее просто стой и наблюдай. Я с кулаками ни на кого не лезу. Я матом ни на кого не ору. То, что я эмоционально громко говорю, это ситуация. Ну я просто смотрю, да, девушка помощник, которая пытается сказать вам, чтобы вы вышли, а вы не выходите. Я у нее страшно. Я разговаривал с секретарем, который судебного заседания, а девушка-то влезла уже в разговор. Это тот случай, когда я разговариваю с человеком, а влезает сначала пристав, потом девушка, потом вы пришли. Так вот, получается, нагнетается обстановка. А нам нужно было просто узнать, что, когда я смогу получить и почему вдруг судья решил надо мной поиздеваться. Вот и все. На будущее не надо влезать, особенно, когда буду находиться я. Когда получите указание от судьи, я никогда не буду идти на какую-то непонятную ситуацию. Я только зафиксирую, что там кто-то превышает полномочия. Ну или там неуважительно относится к посетителям суда, ну в виде судьи, либо секретаря. Здесь нет ничего такого. Для меня важно это зафиксировать. Потому что иначе, получается, если бы вы меня выставили без чьей-либо инициативы, это была бы ваша ответственность. Всего хорошего, до свидания.